Аплодисменты 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 Так что все равно всем вам спасибо, что вы пришли, вы наша самая главная ценность на этом фестивале, это наши земли. Вы все что-то объяснили. Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке и лично генеральный консул Игорь Леонидович Глубовский проявил добрую волю и поддержал этот фестиваль в рамках недели русского наследия и в рамках сохранения русской культуры на американской земле. За что все мы ему очень благодарны и поэтому я сейчас предоставлю слово не только Игорь Леонидовичу, но и генеральному представителю такой организации Россотрудничества. Кто-то уехал давно, кто-то недавно, раньше когда-то были дома дружбы, может быть, очень помните, то есть прошло несколько этапов. Сегодня организация Россотрудничества это федеральное агентство, которое занимается сохранением культуры, опять-таки, того же русского языка на всемирном пространстве, то есть за пределами Российской Федерации. И вот представитель Россотрудничества у нас здесь, Зайцев Юрий Александрович, который тоже скажет свое слово. Итак, я приглашаю генерального консула и представителя, руководителя Россотрудничества в Соединенных Штатах Америки, который специально сегодня прилетел из Вашингтона сюда, и я хочу разобраться тоже. Спасибо. Дорогие театралы, я очень рад и мне очень почетно здесь присутствовать сегодня на открытии этого театрального фестиваля. Большое вам спасибо, большое спасибо организаторам, потому что то историческое наследие, которое мы с вами имеем, мы зачастую имеем, и видим, точнее говоря, видим на подмостках наших театров, которые мы любим, которые мы хотим смотреть, которые мы хотим посещать. Маловажную роль в этом играют и те сценаристы, и те авторы, собственно говоря, по этому спектаклю и существуют. Но у меня сегодня почетная функция, почетная... Дорогие театралы, я очень рад и мне очень почетно здесь присутствовать сегодня на открытии этого театрального фестиваля. Большое вам спасибо, большое спасибо организаторам, потому что то историческое наследие, которое мы с вами имеем, мы зачастую имеем, и видим, точнее говоря, видим на подмостках наших театров, которые мы любим, которые мы хотим смотреть, которые мы хотим посещать. В этом играют и те сценаристы, и те авторы, собственно говоря, по этому спектаклю и существуют. Я хочу поздравить вас с праздником. Наконец-то театральный фестиваль открывается, открывается действительно в знаменательное время. Праздник российский, всемирный праздник. И мне очень приятно, что 12-й город-миллионник России, потому что в Нью-Йорке живет больше миллиона русскоговорящих людей, теперь имеет свой собственный фестиваль. Я вас поздравляю с этим праздником, желаю вам приятных просмотров и не стесняться хлопать, аплодировать и кричать «Браво!» артистам. Спасибо вам большое. Пользуюсь случаем, что я добрался к микрофону, я буквально подвлеку еще ваше внимание на пару-тёх минут. Это абсолютно не случайно, что я здесь. Это не только моя работа, это моя давняя мечта, что в такой городе, где называют столь русскоязычных людей, обязательно был театральный фестиваль. Я об этом когда-то говорил и с специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Ефимовичем Шутковым. Я об этом говорил достаточно давно и с руководителями организации в Нью-Йорке. И так получилось, что первый по-серьезному и очень настойчиво откликнулся Игорь Анатольевич Бакушкин. И не просто откликнулся, а сказал, что он предлагает конкретно то-то, то-то и то-то. И в числе названных, кто будет участвовать в этом большом проекте, в числе названных, был Гарри Черняховский. А поскольку как раз-таки с Михаилом Ефимовичем мы ездили и встречались с ним, я понял, что вот тут вот круг замкнулся, и значит, это как раз вот то. И Игорь Анатольевич потом уже пришел с конкретными бумагами, и мы, естественно, в Генеральном консульстве все это поддержали. Я рад, что фестиваль, который устраивается в Нью-Йорке первый раз, совпадает с празднованием Дня России. Фактически вся первая половина июня была посвящена этой замечательной дате, этому замечательному, достаточно молодому празднику, который теперь отмечается в России. И на ритул Днем Победы является одним из основных государственных праздников Российской Федерации. Я хочу пожелать успеха и этому фестивалю, и всем людям, которые заняты воплощением этой замечательной идеи на будущее. И всем тем, кто задумает это сделать в других городах нашего консульского округа, чтобы через какое-то время мы могли уже отобрать лучшее и показать в разных городах лучшие достижения театрального искусства для жителей нашего консульского округа. И я очень надеюсь, что Нью-Йорк будет показывать не один спектакль, а много.